Приветствую вас Ольга. Во-первых, хочется сказать, что вы большая молодец, что весьма здраво подошли к проблеме. Большая молодец вы, что не стали устраивать скандалы. Большая молодец вы, что не влетели в комнату, не начали кричать и прочее. Я бы сказал, что это очень крутой выбор, очень классное поведение, на мой взгляд. Вот. И проблема, она действительно есть, она такая вот, на мой взгляд, довольно деликатная. Потому что я понимаю вас, я понимаю, что вам может быть сейчас очень тяжело, не по себе, вам трудно и прочее, прочее, прочее. Это все я понимаю прекрасно, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, ну, если ваши дети, вот, оказались в такой ситуации, да, они ее проживают, вот, они ее, они сейчас в этой ситуации находятся, вот, и вы правы, что это может их травмировать. Поэтому здесь никакого-то такого, наверное, однозначного решения не существует. Я думаю, что если вы поговорите с ними, но не про то, что произошло между ними, или между, ну, ну, не про то, что может произойти между вами и ими. Например, например, если вы поговорите с ними просто про них самих, про их увлечения, допустим, там, про их интересы и так далее. Если вы просто постараетесь лучше их узнать, то, возможно, что-то вам раскроется, возможно, что-то будет, ну, что-то будет лучше, вам более понятно, что-то вам будет короче говоря. Вот. Ну, я не думаю, что будет легко, я не думаю, что будет, как-то вот, что будет все предельно и спокойно, да. Ну, первое, наверное, это моральный вопрос, то есть вот то, что здесь наиболее деликатно, да, это вот моральный вопрос. Это вопрос, это вопрос именно морали, потому что, если мораль, с точки зрения морали, по вашему мнению, это очень плохо, если вы морально это не понимаете, вот, то вам будет сложно смириться, смириться, потому что вы решает говорить, что у меня в глазах помызнело, вот, то есть вы уже восприняли это вот как-то на свой счет, да, вы уже восприняли это вот как, ну, по факту, как личное оскорбление, да, хотя, я тут, в общем-то, лично вас, ну, никто не видевал, вот, лично вас никто не обижал, вот, дети, они сами наверняка не думают, что совершает что-то плохое, и в каком-то вот таком, глобальном смысле слова, а не правое, глобальном смысле слова, в плане того, что, то они не делают чего-то, прям, такого вот плохого, с точки зрения негатива, с точки зрения негатива, вот, ну, конечно, с точки зрения моральной, с точки зрения его будущего, с точки зрения физиологии, с точки зрения ориентации, конечно, да, угроза есть сильная, они подростки, и то, что происходит для подростков, в целом, ну, мне не видится, как что-то вот такое негативное, да, да, откровенно, вот, мне видится, что для подростков такая ситуация, в принципе, вполне нормальная, вот, ваша задача заключается в том, что, чтобы ребёнок не застрял, то есть, чтобы ваши дети не застряли в этой позиции, чтобы они не, не зависли в этой позиции, а, чтобы они не зависли в этой позиции, необходимость в этой позиции, естественно, протекала, потому что очевидно, что вот привязанность ваших детей друг к другу, привязанность ваших детей, она, судя по тому, что вы описываете, она представляет из себя, скорее, депривацию некую, то есть, изолированность, вот, то есть, это не привязанность, как таковая, а это именно, что, изолированность. Изолированность, точнее, вы изолированы, ничего плохого, ничего хорошего, нет, и быть вообще не может, да, ну вот, для человек, любого человека, вообще любого человека, не только, значит, ваших детей, вот, поэтому, как бы, я думаю, что у местных здесь будет, наверное, рекомендация, связана с чем? С введением, введением в обиход детей большего количества людей, то есть, это активное, такое вот, продвижение у детей, различных хобби, различных кружков и так далее, вот, и, как мы знаем, большее количество людей в окружении, вот, это вот то, что вы можете сделать. Таким образом, естественным образом, страстью лягутся, вот, и, как бы, все нормализуется, вот. А если же вы будете, если же вы будете, на этом уже застрять внимание, ну, то и дети тоже будут, тоже будут, на этом застрять внимание, вот, и в итоге, хорошего из этого ничего не получится, в принципе, вот. Поэтому, ситуация здесь такая, вот, что я считал, вот, это, как раз, вот, то, что я могу вам сказать. Это, вот, то, что я могу вам, ну, вот здесь дать, да, вот, то, что можно порекомендовать вам. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, вам, ну, поработать с психологом, чтобы, чтобы, как-то, вот, лучше к этой ситуации относиться, вот, чтобы лучше ее воспринимать, вот, потому что, ну, сейчас, на данный момент, воспринимаете вы ее болезни на вас, это травмировать. Я не говорю, что не должно внутрь мира, вот, безусловно, я так не говорю, и я хочу сказать, что понимаю вас, вот, но, как бы, реальность от этого не меняется, да, то есть, от того, что я вас понимаю, как бы, реальность от этого остается поздно. Вот, поэтому, важно вот вам прийти в норму, важно вам обеспечить, ну, обеспечить, адекватно, вот, ну, адекватно, адекватно в этой ситуации себя чувствовать, вот, и, значит, как-то адекватно к этому подходить, вот, в противном случае, пострадать все, ваш ребенок, ваша, ну, ваша семья, да, в целом, ваша практика тоже, вот, может быть, есть какие-то проблемы, ну, как бы, ну, ну, вот, у вас в семье, которые, ну, ну, можно посмотреть, да, можно подумать, как решить, вот, попробовать решить эти проблемы, вот, и тогда ситуация, может быть, ну, может быть, тогда, если ситуация станет лучше, да, нормализуется, вот, то есть, это, конечно, все вам решат. Еще раз повторюсь, вы большая молодец, вот, ну, как бы успех, успех, которого вы добились, вот, успех, его, ну, на мой взгляд, нужно закрепить, вот, будет очень обидно, если вы этого сделать не сможете, ну, ну, я имею в виду, если, вот, успех вас закрепить не получится, ну, то есть, если, ну, ситуация негативно будет продолжать развиваться, будет очень обидно. Вот, такой ответ я могу вам дать. На этом все, в принципе, я надеюсь, что мой ответ был полезен вам, обращайтесь, если захотите поработать именно с собой, обращайтесь, если захотите, поисследовать именно себя, именно себя, свои переживания, свои чувства, вот, и то, что для вас значит эта ситуация. Обращайтесь, буду, буду рад, буду рад вам оказать помощь, вот. Ну, на этом все, я надеюсь, что помог вам. Всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok